Добрый день на 12 канале час новостей в студии Сергей Лесков. Коротко о главном. От соцподдержки до вопросов подрастающего поколения омские единороссы обсудили, какие проблемы предстоит решать депутатам будущего созыва. В концертном зале подвели итоги регионального партийного форума. В списке лучших хамич попал в сборную России и теперь представит команду армейцев на конкурсе Римбат, когда стартуют состязания. Поймать Пикачу за рулем не получится. За ловлю покемонов на дороге омских водителей будут штрафовать на полторы тысячи рублей. И из Тулы с любовью ко дню рождения Омска тулики испекли сувенирные пряники, как можно попробовать юбилейные лакомства. В Одесском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Здесь час ликвидируют последствия ливня. По поручению зампреда областного правительства Игоря Бондарева в районе побывала рабочая группа. Основное внимание селу Одесское. Там подтоплено 7 домов и 168 участков. А также деревни Брезецк. Она пострадала меньше. Два потопленных дома и 52 приусадебных участка. Воду откачивают мотопомпами, обустраивают котлованы для ее сбора. Напомню, в субботу на регион обрушился сильнейший ливень. За день выпала практически месячная норма осадков. Так, Одесскому району досталось 35 миллиметров. Впрочем, сильнее пострадали Омск, Шербакули и особенно Большеречье, где выпало больше 100 миллиметров осадков. В концертном зале завершилась пленарная часть заседания регионального форума «Единой России». Участники подводят результаты тематических дискуссий, которые прошли в первой половине дня. В мероприятии принимает участие губернатор Виктор Назаров. Он, напомню, возглавил партийный список на предстоящих выборах в ЗАГС собрания. В концертном зале сейчас работает наш корреспондент Мария Оседнева. Она выходит на прямую связь со студией. Мария, о чем шла речь все эти два часа? Что обсуждали партийцы? Здравствуй, Сергей. Знаете, что я могу сказать? Что этот форум, это было такое своеобразное подведение черты, подведение итогов, тех итогов, с которыми «Единая Россия» пойдет на избирательную кампанию 2016 года. То есть до этого партийцы встречались уже не один раз. Были и съезды, были и подобные форумы. На всех этих встречах они обсуждали те проблемы, которые сегодня есть у людей. Люди, в том числе, к ним обращались и рассказывали о своих чаяниях, о своих проблемах. Нужно было понять вот эти те слабые точки, те проблемы, над которыми нужно поработать и включить это в программу. И также нужно было определить сильные стороны нашего региона, которые нужно поддерживать. Очень хорошо об этом сказал Виктор Назаров, наш губернатор. Он, рассказывая о том, что у Омской области сильное, что слабое, подчеркнул, что мы являемся, в принципе, и промышленной столицей, и агростолицей, и сельскохозяйственной столицей. Вот простой пример приведу. У нас за этот год увеличился в три раза импорт продовольствия. Он превысил экспорт продовольствия, превысил в три раза импорт продовольствия. Это хорошие очень показатели. Естественно, что Единая Россия в первую очередь будет обращать внимание на эти сферы. Она будет обращать внимание на промышленность, на развитие промышленности и на развитие сельскохозяйственного комплекса. Ну и, конечно, говорили о проблемах. Сегодня есть большая нужда в том, чтобы ремонтировать дороги. Они по-прежнему у нас не в самом лучшем состоянии. Конечно, еще пока есть вопросы с газификацией. Я предлагаю послушать небольшой фрагмент интервью, небольшой фрагмент выступления Виктора Назарова. Он об этом говорил очень достаточно подробно. Омская область сочетает в себе серьезный промышленный и аграрный потенциал. Нам доверяют реализацию самых ответственных проектов в оборонном комплексе развития космоса в высокотехнологичном производстве. Та программа дороги на трехлетний период, дороги региона, она остается. Сегодняшний день она наполняется в том числе и федеральными деньгами. И, безусловно, она должна быть дать новый толчок развития региона. И в том числе удовлетворить пожелания наших людей, наших амичей, которые сегодня об этом говорят. Мария, я знаю, что в зале были не только кандидаты в законодательное собрание региона, но и те, кто планирует побороться за кресло в Госдуме. С чем они готовы выйти к избирателям? Абсолютно право, Сергей, в президиуме сегодня находился и Дмитрий Перминов, и Виктор Шрейдер, именно известные, и Андрей Галушко. И все они выступали с какими-то предложениями. Например, Андрей Галушко сегодня презентовал неплохой проект, который называется «Нам здесь жить». Он будет сосредоточен на развитии села. То есть именно благоустройство села. То, что мы имеем в городе, в любом мегаполисе есть скверы, хорошая тротуарная плитка, асфальт, освещение и так далее. Но в селе не всегда это есть, не всегда этого хватает, и поэтому нужно сосредоточить свои усилия, бросив все силы на то, чтобы обеспечить и село этим. И в рамках этого проекта планируется, что будут создаваться скверы, устанавливаться фонтаны, малоархитектурные формы. То есть село будет превращаться в красивый, ну практически, может быть, город, но не город, но тем не менее, нечто такое красивое, которому приятно жить. К этому проекту тот же Виктор Шрейдер, выступая, добавил, что можно добавить туда часть, которая включала бы у благоустройства дворов, причем не только в селе, но и в городе, и, соответственно, на это выделять деньги, чтобы благоустраивать и городские дворы. Но самое интересное, что этот проект поддержал, абсолютно поддержал Виктор Назаров. Он даже рассказал, что в 2017 году будут на это заложены деньги в бюджете, плюс, ко всему прочему, будут привлекаться сконсорские средства, средства предприятий на благоустройство как сел, так и городских дворов. А для того, чтобы это сделать эффективно, ну и достаточно экономно, к разработке, собственно, проектов планируется привлечь студентов, дизайнеров, которые будут эти проекты придумывать. Также выступал, например, Дмитрий Перминов, но его конек — это, конечно, патриотическое воспитание. Он говорил о том, что приоритет сегодня — это безопасность страны, потому что, действительно, политическая обстановка, несколько напряженная, и безопасность страны на первом месте. И безопасность страны нужно обеспечивать за счет людей, которые по-настоящему патриотичны, за счет патриотов, те, кто любит свою родину и делает это не по долгу службы, а из любви. И поэтому его основная тема — это развитие патриотизма. Я предлагаю послушать, что он сказал, почему это так важно. Считаю, что патриотическое воспитание — это главное. Мы были уже свидетелями того, что если не заниматься патриотическим воспитанием, то настаёт угроза государству. Яркий пример — Украина. Поэтому наша молодёжь должна быть умная, здоровая, смелая, сильная и патриотически настроенная, чтобы они свой труд, свой талант применяли на развитие района, города и нашей области. И, конечно, главная мысль, которая прозвучала из уст, пожалуй, всех выступающих, из уст всех, кто представлял свои программы, все цитировали Владимира Путина, который недавно сказал на съезде, что, во-первых, в первую очередь нужно заботиться о простом человеке, о его проблемах, и, во-вторых, не нужно обещать то, чего ты не можешь выполнить. И это, пожалуй, стало главным итогом этого форума и, наверное, главной его мыслью. Сергей. Да, Мария, спасибо за самую свежую информацию. Это был наш политический обозреватель Мария Седнева. Она сейчас работает в концертном зале, где завершается региональный форум партии «Единая Россия». Ну а утром в областном экспоцентре прошла первая часть регионального форума. На четырёх тематических площадках участники встречи обсудили экономическое развитие региона, перспективы для молодёжи, состояние социальной сферы, а также качество жизни в области. Денис Овлев подробнее. На форум собрались депутаты всех уровней, от законодательного собрания области до советов поселений. И приехали они не с пустыми руками. Массу вопросов, заданных своими избирателями, участники обсуждения адресовали членам правительства. В качестве экспертов на дискуссионные площадки были приглашены региональные министры. Им и пришлось держать ответ. Разговор-то получился достаточно конструктивный. Мы представили ту информацию, что же на сегодняшний день в принципе делает правительство Омской области, каждый в своём направлении. А всё, что касается тех ответов, которые были, я считаю, они достаточно правильные, потому что, наверное, не всегда есть возможность дойти до каждого депутата и до каждого жителя. Но мы стремимся к тому, чтобы из первых уст люди понимали не только достижения, но и проблемы. Темы обсуждались самые разные. От того, что делается для повышения доходов регионального бюджета и привлечения инвесторов в область, до обеспечения качественной медицинской помощью какого-нибудь отдельного села. Повышение реального качества жизни населения. Эта тема была заявлена как основная в федеральной предвыборной программе партии. И сегодняшние дискуссии тематически повторяли ключевые блоки этой программы. По результатам работы каждой площадки будут определенные, сгенерированы определенные предложения. Они, безусловно, будут дополнены программным документом. И мы, естественно, учитывая мнение наших людей с мест, наших сельских депутатов, будем следовать дальнейшим этим рекомендациям. По сути, документ, написанный для всей страны, сегодня конкретизировали, чтобы за каждым направлением программы стояли конкретные дела и решения конкретных проблем избирателей здесь, в Омской области. Накануне такой же форум завершился у наших соседей в Новосибирске. Герой России Дмитрий Ферминов стал участником обеих дискуссий. По его мнению, депутаты и партийные активисты двух регионов получили в ходе обсуждения много полезного. Это дает тебе чувствовать, что называется, пульс, что сегодня волнует наших граждан, чем они обеспокоены. И, конечно же, те наказы и предложения, которые поступают от них, затем необходимо будет столь высокой трибуны, как трибуна депутата Государственной Думы, необходимо будет отстаивать и решать вопросы, которые интересуют наших граждан. Денис Иоблев, Сергей Гаев, 12 канал. На территории танкового института идут последние приготовления к предстоящим международным армейским играм «Римбат-2016». Они впервые пройдут в Омске с 5 по 10 августа. В течение пяти дней танкисты и механики из России, Китая и Казахстана будут демонстрировать умение работы с техникой в условиях, максимально приближенным к боевым. В российскую команду вошел также наш земляк Амич Александр Фирфин. Параллельно с тренировками танкистов на территории института идет подготовка площадок для зрителей. Для жителей и гостей города запустят специальные автобусы, которые будут доставлять сюда всех желающих. Никита Смирнов сегодня наблюдал за тем, как идет подготовка к конкурсу. За моей спиной сейчас полным ходом идет подготовка к международным спортивным армейским играм «Римба-2016». На полигоне Омского танкового института уже установлены трибуны. Для зрителей участники состязаний тренируются вовсю. До открытия этого масштабного мероприятия осталось не так уж много. 30 июля торжественная часть в подмосковном Алабино, а с 5 по 10 августа сами соревнования на территории Омского автобронетанкового института. Это мероприятие обеспечивается в основном материально и Министерством обороны. Но, естественно, органы власти по своим направлениям оказывают помощь, содействие. Например, Министерство культуры свои коллективы направляет. Министерство промышленности организовывает вместе с департаментом транспорта города Омска. Транспорт, подвоз населения – это лишняя нагрузка в том плане, что на обеспечение автобусами, то есть население, чтобы могло сюда подъехать, посмотреть. На «Римбате-2016» будут состязаться три страны – Россия, Китай и Казахстан. В каждой команде по 28 человек. Армейские спортивные игры разбиты на 4 этапа. Это индивидуальная гонка на колесной и гусеничной технике, огневая подготовка, военно-спортивные соревнования и смешанные стафеты для определения в финале лучшей команды. Российская команда прошла отборочные армейские игры. Это лучшая команда из пяти представленных от Куругов. В принципе, команда по всем показателям, как по навыкам и подготовке личного состава команды, так и по технической готовности. Готовы достаточно успешно конкурировать с командами Китайской Народной Республики и Республики Казахстан. Судя по программе, армейские игры будут насыщенными и зрелищными. Как раз подарок к 300-летию Омска всем тем, кому интересна военная техника и те новые возможности, что демонстрирует российская армия в последние годы. Ну а тем амичам, кто далек от солдатских будней, Римба-2016, лишний повод познакомиться не только с отечественным вооружением, но и с образцами дружественных стран. Никита Смирнов, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. Черных лесорубов поймают в фотоловушке. В Омской области развернут масштабную войну с нелегальными вырубками. При этом региональные власти постараются упростить порядок получения древесины для тех, кто к незаконным методам не прибегает. Таковы итоги недавнего совещания в региональном Минстрое. Напомню, ранее вице-губернатор Станислав Гребенщиков побывал в лесах Тарского района. Поводом стал сигнал от активистов Народного фронта. Они сообщили, что здесь ведется незаконная вырубка. Проверка показала, что на территории Екатерининского, Тарского, Пологрудовского и Васильского лесничества допускаются несущественные нарушения при заготовке древесины, но без серьезного ущерба. Тем не менее, борьбу с черными лесорубами решено усилить. Так региональные власти обратились в УМВД с просьбой увеличить количество полицейских в Тарском районе. Неплановые рейды будут проводить и общественники. Для этого создадут народные дружины. Вблизи пилорам, которые обрабатывают незаконно добытую древесину, установят фотоловушки и видеорегистраторы. Кроме того, до 1 ноября региональные власти направят обращение в Госдуму, чтобы упростить порядок получения древесины для населения. Ведь тогда у людей не будет соблазна воровать лес. Сингапурцы будут учить о мечей. В Омске сегодня делегация Сингапура. Президент Союза преподавателей страны Майк Тируман встретился с представителями регионального министерства образования, руководителями образовательных учреждений города. Российская и сингапурская системы образования одни из лучших в мире, поэтому основная задача – обмен опытом между странами. Для наших учителей особенно полезны наработки азиатских коллег в системе начального образования. Сингапурские преподаватели успешно внедряют современные технологии в процесс обучения. Более того, на уроках в Сингапуре учитель скорее второстепенный персонаж. Главную роль в процессе обучения играют сами ученики. В наше время обмен лучшими практиками – это неотъемлемая часть развития любой сферы и образования тем более. Поэтому сегодня мы здесь, чтобы поделиться своими наработками, как мы смотрим на систему образования и чем это может быть полезно Омску. Учителя, которые здесь присутствуют, смогут применить что-то из нашего опыта в своих реалиях. Если говорить про урок в Сингапуре, то у нас переход от деятельности учителя к деятельности учеников. Преподаватель все еще присутствует и направляет, но больше всего говорят и работают, развиваются непосредственно дети. Поймать Пикачу за рулем не получится. За ловлю покемонов на дороге водителям грозит штраф 1500 рублей. Внимание госавтоинспекции привлекла видеозапись, на которой водитель такси во Владивостоке играет в популярную игру прямо за рулем. Поэтому напомнить о том, что управляя автомобилем, использовать телефон без устройства hand-free запрещено, решили всем автомобилистам. Если пассажиры авто или просто пешеходы заметили, что водитель за рулем ловит покемонов, то они могут сообщить об этом в полицию. Напомню, игра «Покемон Гостала» популярна две недели назад, и из-за ловли анимационных героев произошел уже не один трагический случай на дороге. И вот какие материалы наши корреспонденты готовят к вечернему эфиру. Смотрите в 20 часов. Дочь будет мстить, а Мичка вызывает на бой обидчика своего отца. Неизвестный молодой человек жестоко избил пожилого Мича за то, что тот сделал ему замечание. Конфликт разгорелся из-за собаки, которую агрессор выгулил прямо на детской площадке. Сейчас дочь потерпевшего разыскивает негодяя и хочет вызвать его на дуэль. Девушка уже бросила ему перчатку через социальные сети. Почему она уверена, что выйдет из схватки победителем, и как полиция отреагировала на этот инцидент, выясняли корреспонденты 12 канала. Большая предвыборная гонка стартовала. Сегодня в областном избиркоме официально зарегистрировали первых кандидатов в депутаты Госдумы от Томской области. Кто уже получил заветные удостоверения и почему коммунисты России и КПРФ не поделили подписи избирателей? Денис Жарков побывал на церемонии регистрации и понял, что борьба за депутатские кресла ожидается нешуточная. В Полтавском районе появились разноцветные куры. Колоритных несушек вывел местный птицевод Иван Лопухов путем скрещивания городских и сельских птиц. В результате экспериментов житель Полтавки получил четыре новые породы кур. Птицевод – постоянный посетитель омских птичьих выставок. В планах Лопухова дополнить коллекцию кур новой несушкой южной породы. Я не люблю, когда птица страшная. Когда были красные, они чисто красные, все красные, вот эти, с инкубатора. Они неинтересны, мне, чтобы радовал глаз. А яйца несут, они разноцветные. Одни белые несут, а другие несут с таким фиолетовым оттенком. А некоторые розовые, желтоватые такие, с оттенком. По словам птицевода, необычные куры доставляют много хлопот. Несушки – самые настоящие гурманы, прихотливы в еде, любят капусту, морковь и свежую траву. Из Тулы с любовью к юбилею Омска в Туле испекли сувенирные пряники. Различаются они по весу, изображенную на них достопримечательностями. Так, 300-граммовый, выполнен в виде сердца и называется «Омск. Любимый город». На полукилограммовом изображен герб Омска. На пряники весом 950 граммов в Успенске и Воскресенске соборы. Все кондитерские изделия с фруктовой начинкой выполнены были вручную. Пряники полюбились омичам. Первая партия в магазинах уже почти распродана. Купить их, кстати, можно не только в городе, но и в районах области, а также за пределами нашего региона. И еще на юбилейную тему омские блогеры создали забавный сайт ко дню рождения города. Здесь собрали фотографии номеров домов транспорта, указатели на которых изображены числа от 1 до 300. Единственное условие – то, что запечатлено, обязательно должно быть связано с Омском. Сейчас на сайте 197 снимков. Сами создатели шутят, пока не понимают, зачем это нужно, но предполагают, что в будущем калаш из омских чисел можно будет разместить на билборде. Подарить свою цифру городу может любой. Для этого достаточно вложить фотографию с хэштегом «Омску-300» в социальных сетях. Не удержался от участия в числовой эстафете коллектив 12-го канала. На своей страничке в Инстаграм мы опубликовали фото числа, которое, возможно, займет почетную 12-ю позицию в калаше. Организаторы подчеркивают, если число уже занято каким-то снимком, не беда, если ваша фотография ярче, красочнее или интереснее. Она вполне может подвинуть конкурента. Все наши новости на сайте в интернете 12-й канал.ру. Впереди прогноз погоды, реклама будет короткой. Балконы и лоджии 700-007 Адрес точно тот. А вход? Два ГИС покажет не только адрес организации, но и вход. Детальная информация о городе. Скачайте бесплатно. Два ГИС, если быть точным, работает оффлайн. Это точно свадебный танец? КОВКА 509-017 509-017 СМОТРИ НЕ СПЕША СПУТНИКОВОЕ ТВ В РАССРОЧКУ НА 6 МЕСЯЦЕВ ТЕЛЕКАРТА СМОТРИ НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЙ Хотите выгодные цены? Тогда вам в низко цен. Ведь у нас рис для плова «Националь» 900 грамм 44,80. Путасу свежемороженое 45,90 за килограмм. Майная сряба 400 грамм 37,90. Крутинка! Ура! Довольные покупатели – наша главная ценность. Омск Сайдинг Инвест. Новое производство. Кованые ворота. И о погоде завтра. 27 июля в среду по области в Омске переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха в районах в ночные часы до 14 градусов тепла. Днем потеплеет до плюс 23. В Омске ночью плюс 12, плюс 15. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 24. Ветер северный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Таковы новости к этому часу. Итоги дня подведем в 20.00. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!